Мы видим кадры, как вагнеровцы приходят к цветам, к портретам, плачут. У людей видна трагедия. В то же время мы видим кадры, как вагнеровские кладбища закатывают под асфальт, как будто бы ничего и не было. То есть стирают из памяти. Может быть, вам известно о настроениях в соцсетях, в каких-то общинах? Есть ли какой-то момент, когда понятно, что уже началось желание отомстить, нарастает напряжение и это может быть опасным социальным взрывом? Вы знаете, опасный социальный взрыв мы ждем в России уже очень много лет и по гораздо более серьезным поводам, хотя бы, например, частичная мобилизация. А его все нет и нет. Это все равно выученная беспомощность и она присуща многим россиянам, точно так же и бойцам ЧВК «Вагнер». Они беспомощные. Настоящих буйных мало, вот они-то выжаков. Им нужен командир, им нужен кто-то, кто рассказывает им, что он должен делать. И поэтому они сколько угодно могут страдать по Пригоржину. Они сейчас быстренько пострадают и пойдут воевать в Министерство обороны. Здесь не будет никакой мести, ничего, поскольку да, верхушка уничтожена, а средний офицерский класс. Это, собственно, кто? Это бывший спецназ ГРУ, это бывшие такие официальные силовики, это ФСБшники. Они очень хорошо все понимают, им скажут, как служить, где служить, и все будет нормально. Что касается чатов, то там сразу был финансовый вопрос, кто теперь будет платить. И вот это было буквально в первые минуты, когда стало понятно, что, скорее всего, в самолеты был Пригоржин. И тут же в чатах все сами себе ответили, что повселимся никто. Никто, ну и вопрос закрыт. Понятно, что не Путин же будет заплатить по долгам Пригоржина. Нет, просто сменилась пластинка. Этот акт окончен. Ждем, ждем, когда начнется второй акт. А в тюрьмах каким-то образом отреагировали на возможную смерть Пригоржина или уничтожение Пригоржина и все верхушки Вагнер? Да. Дело в том, что Пригоржин сохранял популярность среди наемников-заключенных. Да, безусловно. Но среди заключенных, которые сейчас сидят в тюрьме, у него была низкая популярность. Они его очень ждали. Они его ждали 23-24 июня, когда он шел с мятежом по стране. И несколько колоний поднимали бунт в Ростовской области, ожидая, что он войдет. А он не вошел в Москве в двух СИЗО. Были бунты, его ждали. И потом было очень большое разочарование, что он не дошел до Москвы. А по дороге никто не зашел. Ни в одну зону, которая готова была к нему присоединиться. Он этого не сделал. И сейчас идет свербовка Министерства обороны. Она идет будничная. Она идет большими темпами, чем у Пригожина. Потому что это без помпы. И это сразу одновременно во всех зонах всей страны. Потому что это Министерство обороны. Это сеть. Это НЕТ. Тогда как Пригожин летал на вертолете точечно. В одной зонах, в другой. Самое главное, что при вербовке... Это было с самого начала. Сейчас же про это забыли. Министерство обороны говорило, а у нас не будет внесудебных казней. А все остальное, как у Пригожина. Это не так. Это не так. Про несудебные казни уже забыли. Потому что, конечно, память как у золотой рыбки у всех. Но условия Министерства обороны не такие, как у Вагнера. Вагнер через полгода выдавал заключенное помилование и отправлял их белым лебедем назад в Россию. Кстати, говорят, что не было изначально запланировано. А это условия вообще лучше, чем были у любых мобилизованных. Он им платил. Не всем, не все. Далеко не всем вдовам или матерям. Например, конечно, иностранным гражданам он ничего не платил. Но, тем не менее, выплаты были. Тогда как Министерство обороны обманывает, не платит. И контракт там не полгода, а полтора. Но это, собственно, как раз учась на ошибках Пригожина. Одна из них, собственно, главная, одна из главных ошибок, это была ссора публичная с Шойгой Герасимовым. И дело даже вот сейчас не в том, какие слова он говорил. Хотя это, конечно, одна из причин его гибели. Потому что так крыть министра путинского начальника генштаба может только Путин, а не его холоп, а не его повар. Есть еще и то, что если бы он не поссорился бы с Шойгу, все эти головорезы, бывшие заключенные, они остались бы на Украинском фронте. И давно бы уже погибли. А так они гуляют по России, убивают старушек, насилуют маленьких девочек и так далее. Если бы не Пригожина, их бы не было. И это не было запланировано. Гибель, то, что Пригожина давным-давно нет в Украине, и его гибель ничего не изменит на фронте, это одно. А вот то, что Путин показал своей элите, что будет с каждым, кто поет против него, вот это вот чувство страха, оно очень сильно вернулось, чувство страха, которое было абсолютно размыто таким вот разухабистым и почти удавшимся мятежом. Субтитры создавал DimaTorzok